Я хочу с вами поделиться такой темой, которую назвал, что все, что я принимаю, это будет формировать меня. Все, что я принимаю. Мы живем в этом мире, когда столько много вещей, которые влияют, воздействуют и формируют нас. Но вы знаете, до тех пор, пока я не приму информацию, которую я слышу или вижу, или которая окружает меня, это меня не сформирует. Все, что принимаю, оно начинается процесс формирования. Вы знаете, мы живем в такое время, сегодня можно слышать, что идет информационная война. Это мир информации, интернет, средства массовой информации, разные источники. Куда ни посмотришь, все заполнено для того, чтобы иметь влияние на человека. Я более скажу, что все это запущено в этом мире, чтобы все-таки подготовить платформу к единому правителю, Антихристу. Поэтому на сегодняшний день, что бы сегодня ни творилось в этом мире, есть одна эта линия, которая людей сегодня готовит. Или через страх, или через беспокойство. Иисус сказал, что вы будете слышать о войнах, будете слышать, что будет происходить это все. Бедствия будут. Вы знаете, если 50 лет назад где-то прошел ураган на каком-то острове, мы бы даже и знать не знали, что был ураган. Но сегодня где-то ветер завалил дерево, уже весь мир знает. Уже новости об этом говорят. То мы живем в информационный век этой информации, которая распространяется. Цель сегодня этого мира. Вы знаете, закулисные правители, они понимают, сегодня нужно людей вести в страх. Чтобы люди жили под страхом. А что будет завтра? О, я боюсь в завтрашний день. Я не знаю, что меня там ожидает. О, столько бед, столько горя, столько потрясений, землетрясений, различных бедствий, болезней, войн. И вы знаете, эта информация, она проникает. Но Иисус сказал людям, которые должны следовать за Ним. А вы, говорит, не бойтесь и не ужасайтесь. Но когда это услышите, Он не сказал, чтобы мы это приняли в сердце. Он сказал просто, когда дойдет до вас эта информация, знайте, я при дверях. Наоборот, восклоните головы, возрадуйтесь, я скоро приду. Наш Господь вернется. Аллилуйя. Он скоро придет. Это радостная новость сегодня для нас. Кто-то, может быть, думает, о, в какое время мы живем. Хорошее время, Господь скоро придет. Аллилуйя. Поэтому мы радуемся тому, что мы знаем того, кто придет за нами. Аллилуйя. Я хочу с вами поделиться сразу местами Писания. И я хочу, чтобы мы открыли такое место. Это записано Кремлинам, 12 глава. 1-й, 2-й стих. 12 глава Кремлина. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Здесь говорится о том, чтобы мы проявили конкретное действие в своей жизни. Он говорит, представьте тела ваши, жертву живую, для разумного служения вашего. И дальше не сообразуйтесь с веком этим. Этот век, в котором мы живем. Сегодня я ответственный за то, чтобы буду я сообразоваться. Что такое сообразоваться? Это соединиться с ним, это согласиться с тем, что сейчас происходит. То, что происходит в этом веке. Он говорит, а вы не соединяйтесь, вы не сообразуйтесь с этим веком. Вы знаете, все, что связано сегодня в этом мире, оно направлено против Бога. Не сообразуйтесь, говорит, с этим. Но что нужно? Оказывается, нужно преобразовать, преобразоваться обновлением ума. Для того, чтобы нам продолжать и не останавливаться, познавать, что есть воля Божья. Халилуя. Следующее место. Это 1 Петра 1,14. 1 послание Петра 1,14. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем». Оказывается, когда мы жили во тьме без Бога, у нас были похоти в неведении, мы не знали. Мы думали, что это норма. Но вот пришел Господь в нашу жизнь, и мы поняли, что это ненормально жить в похотях, жить во грехе, жить во мраке. Господь пришел в нашу жизнь. И он дальше говорит, теперь вы дети. А так как вы дети Божьи, то теперь будьте послушны, чтобы вам не сообразоваться с этими похотями, не соединяться, то, что было когда-то в неведении. Но наоборот. Он говорит о том, чтобы по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят, Бог свят. И по примеру Его мы должны быть святы. Я бы хотел сегодня, чтобы мы могли увидеть то, что на нас влияет и то, что нас формирует. Всякий раз, когда я слышу информацию, вы знаете, начинается процесс. Если я принимаю следующий этап после принятия информации, какой бы я ни принял информацию, что происходит? Если я принимаю, я начинаю поступать в связи или в соответствии с этой принятой информацией. Я начинаю поступать. Но если я начинаю так поступать, я буду так и говорить. Точно так же это работает в нашей жизни по отношению принятия Божьего Слова. Если я принимаю Божье Слово, вначале человек слушает, потом соглашается с тем, что он слушает и принимает. После этого человек поступает в соответствии с этим, то, что он услышал, то, что он принял, и начинает говорить об этом. Это становится частью его жизни. Все, что стало частью нашей жизни, мы не можем это спрятать, мы не можем это скрыть. Вы знаете, люди, которые пропитываются определенной информацией или словом, которое слышат, они начинают жить этим, начинают поступать так, начинают говорить об этом. Вот почему Слово Божье предупреждает нас, чтобы мы не сообразовались с этим веком, который посылает свое Слово, свою информацию, чтобы нас преобразить или сделать нас такими, как весь этот мир. Мы не от этого мира, а значит, мы должны слушать другую информацию, о которой Слово Божье говорит о том, что это Его Писание, Богодухновенное и полезное для научения, обличения, наставления, для того, чтобы мы были похожи на Иисуса Христа. Халилуя! И если мы слушаем и мы принимаем, соглашаемся, то мы будем поступать в соответствии с этим Словом, и кроме этого мы будем об этом говорить. Если я принял в сердце, я верую и я говорю. Может различные обстоятельства меня окружать. Обстановка может быть настолько ужасной вокруг меня, и все говорят, все плохо, все плохо, все плохо. Посмотри, все плохо. И ты начинаешь смотреть, да, все плохо. Но до тех пор, пока ты не принял то, что все говорят, что плохо, это еще не будет влиять на тебя. Как только ты согласился, как только ты принял, как только ты пропустил эту информацию в свое сердце, всем, чем переживает этот мир, ты запереживаешь. Если мир в страхе, и ты будешь в страхе. Если мир будет прятаться, и ты будешь прятаться. Если мир будет беспокоиться, и ты будешь беспокоиться. Если мир будет в ужасе от завтрашнего дня, и ты будешь в ужасе. Почему? Эта информация проникла. Та информация, которой живет этот мир. Вот почему сегодня важно, на что смотрят наши глаза, с чем мы соглашаемся, что слышат наши уши, с чем мы соглашаемся. Слово Божие однозначно говорит, что все, что в этом мире является зло, весь мир лежит во зле. Весь мир. А как же нам быть? А у нас есть источник истины. Это Божье Слово. Вот что нужно слышать. Вот что нужно принимать. Вот чем питаться. Вот от чего мы растем. Вот чем мы наполняемся. Вот поэтому была огромная разница. Когда Елисей, он был в покое, а Диезий, он был в смятении, он подошел, говорит ему, человек Божий, там столько войск из Сирии окружили нас. Мы погибли, мы погибли. Ему, может быть, было удивительно, почему пророк Елисей был в таком покое. И вдруг Елисей говорит, Господи, он не стал ему объяснять, он не стал ему там говорить, ты послушай меня, видишь, я в спокое, я что-то другое вижу. Нет, он просто говорит, Господи, открой ему глаза, открой. Вы знаете, люди, которые питаются Божьим Словом, они по-другому видят этот мир. Все видят беду, а мы видим избавление. Весь мир видит, куда все катится, беда, а мы говорим, приближается избавление, аллилуйя. Как мы смотрим, чем мы питаемся? Кто-то сегодня не отрывается от экрана телевизора, он питается. О, не могу. Ты почему так плохо выглядишь? Всю ночь не спал. Что происходит? Что происходит? Ты видишь, какие новости? У нас есть другая новость. Господь скоро придет. Аллилуйя. У нас есть информация, которая имеет силу формировать нас. Вот почему Бог сказал Израилю о том, что я буду побороть за вас, а вы будьте спокойны. Он говорит, многочисленное войско, которое будет превышать вас, и они не одолеют, потому что я буду с вами. Когда мы верим, что с нами Господь, когда мы не сообразуемся с этим миром, когда мы по примеру призвавшего нас святого, мы от него питаемся, от него учимся, им обогащаемся, мы формируемся в его образ. Мы смотрим на то, что Господь сегодня совершает. Это сегодня позволит нам правильно сориентироваться. Кто-то скажет, вы ненормальные люди, как можно все игнорировать? Нет, мы не игнорируем. Мы просто поднимаемся выше того, в чем находится мир, потому что мы не от мира, мы не от нишек. Так сказал Иисус, и мы верим этому слову. Он сказал, мы от вышних. Почему? Мы люди, рожденные от Бога. Мы в этом мире для конкретного назначения, для конкретной цели. Это для того, чтобы еще кому-то открыть эту истину, эти Божьи принципы, которые открыты нам, чем мы живем, передать другим. Вы знаете, сколько сегодня людей в этом мире, они в боли, в страданиях, потеряны, отвержены, сегодня непонятые. Сколько людей сегодня, их научила, вот эта вот система, просто жить всемирным образом жизни. Научила, когда беда, они улыбаются, все нормально, но когда они где-то наедине, они страдают, они мучаются, у них все разрывается там, они не знают, как закончить этот день. Вы знаете, сегодня мы уже привыкли к этому слову, которое сегодня звучит везде, это депрессия. Это было чуждым для христиан, сегодня это уже, говорят, ой, это нормально. Мы живем в таком штате, где столько дождей, что без депрессии жить нельзя, возлюбленные, без Иисуса жить нельзя, а при дожде можно жить. Некоторые люди, они начинают оправдывать свое положение, говорят, о, это такая медицина, вот она помогает, я не против медицины, но вы знаете, в первую очередь, давайте мы проанализируем, чем мы питаемся, какой информацией, что мы принимаем. Если, Слово Божие говорит о том, что если мы будем обращаться к Слову, оно врачует наше тело, имеет силу врачевать, есть сила в этом, чем мы сегодня заполняем себя, что на сегодня формирует. Я бы хотел, чтобы мы наряду с тем, что происходит в этом мире, могли посмотреть на то, что говорит Бог по этой ситуации. Его Слово говорит, что когда пойдешь через воды, они не потопят тебя. Кого-то потопят, кто-то испугается, кого-то эти воды покроют, но Он говорит, тебя не потопят, и мы должны поверить Ему. Через огонь Он не опалит тебя, и мы должны поверить Ему. Боже, как так? Всех палит, а меня нет? Да, тебя не опалит. А почему? Потому что я с тобою, говорит Господь. Если Он в нашей жизни, нету места унынию, печали, депрессии, бесам, демонам, никакому разочарованию, нету места, Иисус со мною. Давид говорит, что Он щит мой. Кого мне бояться? Если выступит против меня полк, не убоюсь я, потому что Господь со мною. Аллилуйя. Есть вещи, которые связаны с Богом в нашей жизни. Сегодня мы больше обращаемся к другим источникам. О, а что об этом говорит Гугл? Раз нашли слово. О, вот это. Ой-ой-ой. А что об этом? Да, вот. А как отсюда выйти? Люди ищут выход через источники, которым пользуется этот мир. У нас есть вернейший источник. Это Слово Божие, которое открывает двери в любом тупике и дает нам освобождение от любых цепей и путь. Иисус, который сказал, кого Сын освободит, тот истинно освободен будет. Есть выход через познание истины. Мы становимся свободными. Аллилуйя. Чтобы не окружало тебя, чтобы не преследовало, есть вещи, которые позволят тебе иметь эту свободу. Это познание нашего Господа. Это наша жизнь с Иисусом Христом. Это то, что мы укрепляемся, обогащаемся им. Я хочу снова направить ваше внимание. Знаете, дьявол не так сильно переживает, когда человек ходит в церковь. Его даже не так сильно беспокоят, если он поет на автоматизме песни. Если он просто автоматически совершает молитвы, ну и пусть. Но его беспокоят люди. Которые слышат Слово Божие и принимают. И когда они принимают, дьявол знает, эти люди, это люди веры. Они будут стоять на Божьих обетованиях. И никакие теперь силы тьмы не способны будут пошатнуть, поколебать их, сломить их, опустить их, остановить их. Потому что эти люди стоят на Слове. Слово Божие – это сила. Когда Павел, он говорил Коринфянам, он говорит, что проповедь моя была не в убедительных словах человеческой мудрости. Вы знаете, сегодня есть вещи, которые мы можем красиво объяснять, рассказывать. Но Павел застрял внимание на то, что было сверхъестественным. Сегодня мы в церкви Христовой боимся сверхъестественного. О, чего бы, чтобы не вышло. О, как бы это нас в какую-то крайность не завело. Возлюбленный Павел сказал, что проповедь моя была в явлении силы и духа. Вот что сегодня надо нам. А это происходит через принятие Его Слова. Через то, что мы берем это Слово и начинаем поступать по этому Слову. Я хочу, чтобы мы обратили на это внимание, что не просто вы сегодня услышали, важно действовать в соответствии с этим Словом. Когда я верю, я поступаю. Павел говорит, я веровал и об этом говорил. Он веровал и так жил. Если мы приняли Слово, значит мы будем верить в это Слово и так поступать, и об этом говорить. Сколько раз дьявол пытался обмануть тем, что говорит, если ты это скажешь, а вдруг это не произойдет. Мы научились выстраивать отход из той ситуации, заднюю скорость включать. Мосты оставляем за собой. Если что-то не так, а я вот там оставил лазейку, я выйду. Но вы знаете, Слово Божие нас призывает, чтобы мы, взявшись за плуг, не оглядывались назад. Чтобы мы забывали заднее и простирались вперед. Чтобы мы уповали на Господа во всякое время. И Он говорит, я не подведу, не оставлю и не покину. Я хочу сегодня обратить ваше внимание на то, чтобы вы были искренни в отношении Иисуса Христа. Сегодня мы можем говорить о разных вещах. Но я хочу предупредить вас, что есть информация. И этой информацией заполняется весь мир. И однажды все люди, просто где-то в одном месте, выйдет информация, и все люди будут этим пропитаны. Потому что они открыты к этой лжи. Но есть истина в Иисусе. Есть истина в Его Слове. Истина есть Дух Святой. И Он сегодня это Слово преломляет для нас. Чтобы нас сформировать в образ Иисуса Христа. Чтобы мы были похожи на Него. Чтобы мы поступали, как Он поступает. Чтобы мы ходили во свете. Чтобы мы делали дела, которые Он делает. Не то, что мир сегодня. Не то, что сегодня рекламируется, пропагандируется. А то, что говорит Бог в моей жизни, то, что Он говорит, это важно. Это сегодня нас делает людьми правильными. Это то, что позволит нам подняться выше обстоятельств. Кто-то скажет, а как же быть с той информацией, что сегодня в этом мире? Да, ты можешь ее слушать. Да, ты можешь видеть, что происходит. Но нужно стоять выше этого. И не позволить, чтобы это проникло в твое сердце. Есть единственная информация, которая должна проникать в наше сердце. Это Его могущественное Слово. Он говорит, блажен человек, который слышит Слово и исполняет. Этот человек благоразумный. Он дом свой построил на камне. И когда придут трудности, испытания, ветер подует, воды, дожди начнут идти. Этот дом устоит, потому что он построен на камне. Возлюбленные, давайте мы проанализируем в свое сердце, что мы слышим, какую информацию мы принимаем, что мы видим, какую информацию мы принимаем через наши глаза. Пусть сегодня настоящая информация Божьего Слова, которая может изменить нас. Вы знаете, если Божье Слово меняет нас, то, что изменено внутри нас, оно преображает нас в это. Вы знаете, сила сегодня не в том, что окружает нас, а в том, что мы имеем от Бога. То, что мы имеем от Бога, это сила, чтобы повлиять на окружение. Если мы сегодня находимся в определенных обстоятельствах, разные могут быть обстоятельства. Я видел людей, которые были в неизлечимых болезнях, за которых молились, подвязались. Но свидетельство самих этих людей, я помню, как один брат, он говорил мне с ясными глазами, ему было 48 лет, он умирал от рака, он говорил, я не боюсь смерти. Это одинаково для меня, что как будто вот выключили рубильник, свет. Это просто вышел и покинул. Если Божья Слава явится, и я буду исцелен, это он определит. Если нет, я уйду домой, но я не боюсь смерти. Этот человек умирал в вере, он покинул эту землю, там не было страха, он стоял на Божьем Слове. Вы знаете, мы не знаем, когда Бог позовет нас, но когда Он позовет, нам важно уйти людьми веры с этой земли. В небесной обители. Другие люди, я помню однажды, я уже делился об этом, мы посетили одну пожилую женщину, это было на Северном Кавказе, это село в горах. Туда только одна узкоколейка, это Краснодарский край, там в горах Кавказского хребета, это село Мизмай. И мы приехали туда, у нас три брата было, и нам сказали, тут сестра в тяжелом состоянии, это наша деканиса. Она во время войны потеряла мужа, и она больше замуж не выходила. Она сейчас сильно болеет. Может быть, братья, пойдемте посетим ее. И мы пришли туда. Когда мы зашли в дом, мне в то время было 18 лет, и я никогда до этого подобные вещи не встречал и не слышал. Когда сестра нас, которая провожала в этот дом, открыла дверь и сказала, Шура, вот тут братья приехали, они хотели помолиться. Я услышал из комнаты голос. Я не хочу, чтобы молились. Я обижена на Бога. Она все равно нас позвала. Мы зашли туда. Она говорит, не обращайте внимания. Она просто вот в таком огорчении. И мы подошли. Она не смотрела в нашу сторону. Взгляд был отвернут. И она смотрела куда-то просто сквозь стены. Глаза были настолько потухшие. И она стала говорить нам, за что он меня наказал. Я не выходила замуж. Я служила ему. И он наказал меня. И такая обида у нее. Я не хочу больше ему молиться. Это он у меня должен просить прощения. Я когда это слышал, я подобных вещей в адрес Бога никогда не слышал. Тем более, когда мы шли, мы знали, что это была деканица церкви. Мне казалось, что там просто мои ноги сейчас подломятся, и я упаду. У меня голова закружилась от этих слов. Мы вышли оттуда. Я начал вдыхать воздух. Я стал говорить, что это? Как этот человек, всю жизнь верующий, может говорить такие слова в адрес Бога? Потом я понял, прошло время, что этот человек, она жила для людей. Чтобы просто вот эта вот сторона, какая примерная сестра, какая смиренная, как все это. Ей было важно, чтобы это слышать. Она все делала, чтобы очередной раз услышать. Вот она даже замуж не вышла. Вот она так все делает, она такая жертвенная. И вот пришли испытания. И оказывается, этот дом был на песке. И там не было основания. Там не было Бога в ее жизни. И то, что в ее сердце вдруг это прорвалось. И она такая обиженная на свою судьбу. Что она вот не выходила замуж. Что вот она что-то делала. И так Бог с ней обошелся. Дорогие, люди веры. Им все равно, какие испытания. Они стоят на камне. Они знают, как сказал Иов. Искупитель мой жив. Вы знаете, человек веры. При любых обстоятельствах он может провозгласить имя Бога. И сказать, благословен Господь в моей жизни. Чтобы не было Бог мой, в Которого я верю. Он благословен. Чем мы сегодня питаемся? Это нас и формирует. То, что мы сегодня слышим и принимаем. Это нас и формирует. Пусть будет правильная информация. Пусть будет Слово Божие проникать в нашу жизнь. Пусть голос Божий мы будем слышать. Пусть наши увлечения будут правильные. Пусть наши стремления и цели будут правильные. Чтобы Бог был во всем прославлен в нашей жизни. Через что бы он не провел. Чтобы показать наличие нашей веры. Потому что потрясение для кого-то это беда. О, тряска началась. О, Боже, уберите испытания. Я не выдержу. А другой говорит, Господь, трихони сильнее. Чтобы я увидел, где там Божье во мне, а где не Божье. Все, что не Божье, рухнет. Но все, что Божье, оно пребывает непоколебимым. Оно остается. И слава Богу, когда мы при жизни начинаем проходить через тряску. Чтобы увидеть наличие Божьего. Чтобы позволить этому Божьему возрастать в нашей жизни. Поэтому не бойтесь испытаний. Но принимайте Слово, которое будет формировать вас в Иисуса Христа. Давайте мы поднимемся. Аллилуйя. Это то, что позволяет нам правильно видеть, правильно ориентироваться. Пожалуйста, группа, проходите сразу. Мы будем поклоняться нашему Господу. Мы будем возвеличивать Его. Может быть, кто-то проходит сегодня через трудный участок в жизни. Может быть, есть какие-то сложности. Может быть, какие-то вещи произошли, что пошатнули все. Сегодня, вы знаете, потрясаются семьи. Сегодня потрясаются сердца людей. Сегодня потрясается призвание людей. Это особенное время, потому что Господь за эти короткие сроки, Он сегодня приготовляет свою славную невесту, церковь свою. Я просто знаю о том, что Его невеста, она славная. Что бы сегодня ни говорили в адрес церквей, служителей, какая бы информация сегодня ни ходила в этом мире, я знаю, Его церковь, она славная. Она омыта кровью Его. Она беспятная порока. Это славная церковь, за которую Он придет. Сегодня так важно быть нам в числе этой славной церкви. Быть людьми, которые будут ориентироваться по тому, что приходят от Бога в нашу жизнь. Может быть, сегодня что-то и потряслось в твоей жизни, и ты увидел, как все начало трескаться и валиться, и страх пришел Божиим. А что делать? Все, что нужно делать, это не поставлять подпорки под то, что валится, а начать искать Бога от всего сердца. Искать Бога в своей жизни. Искать Его лица, Его присутствие. Давид говорит о том, что как лань желает потоком воды, так и я к тебе, Господи. От ранней зари ищу тебя, говорит Давид. К тебе простирается душа моя. К Богу живому. К чему мы сегодня простираемся? Что больше сегодня нас захватывает? Какой информацией мы питаемся сегодня? Если это Господь, то не бойся, ты на камне. И никакие потрясения не способны будут разрушить твое строение. Но если это не Господь в твоей жизни, то твое строение рухнет. Это время взыскать Господа. Это время взыскать Его, когда Он близок. Когда Он так близок к каждому из нас. Взыскать Его в это время. Взыскать Бога. Халлелуя. Я хочу вас поощрить в этой молитве, чтобы вы были искренне перед Богом. Кому-то, возможно, нужно покаяться. В тех вещах, где вы больше приоритет отдали земному, временному, проходящему. Тому, что однажды будет уничтожено. Кому-то, возможно, нужно покаяться, потому что это временное держит вас. Я хочу, чтобы сегодня Дух Святой, Он потрес. Для того, чтобы мы увидели, что без Бога наша жизнь она не имеет никакого смысла. Вы знаете, просто ходить в церковь, просто быть религиозным человеком, просто петь христианские песни, это не значит принимать Его Слово, жить им, искать Его. Таких очень много людей. Это называется номинальное христианство. Но Бог не отдал Сына за номинальное христианство. Он отдал Сына за людей, которые поверят в Него, примут Его, будут жить для Него. Пусть сегодня Божье движение начнется внутри нас. Пусть сегодня Дух Святой поднимет то, что от Бога мы приняли, чтобы оно сегодня заняло главенствующее место в нашей жизни. Пусть придет Божье движение в наш дух, чтобы это поднялось внутри нас, чтобы мы возопили, взыскали Господа. Халлилуйя! Халлилуйя! Возлюбленные! Позвольте сейчас то, что происходит в вашем сердце. У кого-то, возможно, какое-то смятение сейчас, растерянность. У кого-то, возможно, какой-то страх. У кого-то, возможно, состояние, чтобы побыстрее бы все закончилось и покинуть это место. У кого-то, может быть, тревога. Но я хочу, чтобы вы не оставили это место, пока не принесли это все к ногам Иисуса, не возложили к Его ногам. Я хочу, чтобы каждый сейчас возвал к Нему из глубины своего сердца. Чтобы действительно мы были искренними в это время. Чтобы действительно мы были людьми, которые не попадут под систему Антихриста, а будут людьми Божьего Царства. Халлилуйя. КОНЕЦ Продолжение следует...